Святитель Иоанн Златоуст в беседе на 127-й Псалом говорит, что пути восхождения к Богу многочисленны и многоразличны. Пророк говорит, блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. 127-й Псалом, 1-й стих. А какие эти пути Божии, как недобродетельная жизнь? Через нее можно взойти на небо, достигнуть Отечества и узреть самого Бога, сколько возможно человеку узреть Его. Путями Его называется, потому что через них можно взойти к Богу. Притом пророк не сказал путь, но пути, выражая, что они многочисленны и различны. Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для нас восхождение к Нему легким. Одни из людей сияют девством, другие прославляются брачной жизнью, иные украшаются вдовством, одни отвергли все, другие половину. Те восходят праведную жизнью, эти покаянием. Для того Бог и устроил так много путей, чтобы тебе удобно было идти. Ты не мог после бани крещения сохранить себя чистым. Можешь очистить себя покаянием, можешь богатством и милостынею. У тебя нет богатства. Можешь презреть больного, посетить заключенного, подать чашу холодной воды, принять странника под кровь свой, пожертвовать две лепты, как в Давице, и плакать с плачущими. И это милостыня. Но ты не имеешь ничего, совершенно беден, слаб телом и даже ходить не можешь. Ты не можешь переносить все это с благодарностью, и получишь великую награду. Такова была добродетель Лазаря. Он никому не помогал деньгами. Как он мог делать это, не имея сам необходимой пищи? Он не ходил в темницу. Как он мог делать это, будучи не в силах сам подняться? Он не посещал и больного. Как он мог делать это, будучи сам облизываемым псами? Но и без этого он приобрел награду за добродетель мужественным перенесением всего. Тем, что, видя жестокого, бесчеловечного, в честь и роскоши, о себя в таких бедствиях не произнес ни одного непристойного слова. Посему он и наследовал Лона Аврамова, хотя был ничем не лучше мертвого, бездейственно лежа тогда пред вратами богача. Увенчан вместе с патриархом, совершившим так много добрых дел, прославлен и помещен в лодни его тот, кто не раздавал милостыни, не подавал руке обиженному, не принимал странников, не мог сделать ничего другого подобного, но только за все благодарил Бога. И получил светлый венец терпения. Подлинно великое дело благодарность, любомудрее, терпение среди таких страданий. Это высшее добродетель. Зато Иов и был увенчан. Посему и дьявол говорил, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его. Иова, 2 глава, 4 стих. 5. Немалое дело обуздать страждущую душу так, чтобы она ни в чем не согрешила. Это равно мучениству, это верх добродетели. Так если и ты, возлюбленный, подвергнешься болезням, горячке или ранам, и боль будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, то ты воздержись. Будь благодарен и славь Бога. И получишь такую же награду. И для чего роптать, скажи мне, и произносить богохульные слова? Разве боль сделается от того легче для тебя? Да даже если бы она и делалась легче, и тогда не следовало бы решаться на это и терять спасение души, заботясь доставить облегчение телу своему. Между тем, боль от этого не только не облегчается, но еще и становится тяжелее. Ибо дьявол, видя, что он получил некоторый успех, доведший тебя до ропота, усиливает огонь пищи, разжигает болезнь, чтобы ты исполнил его желание. Таким образом, если бы даже боль и облегчилась, не должно делать этого. Если же ты не получишь никакой пользы, то для чего губишь сам себя? Но ты не можешь молчать. В таком случае благодари Бога, прославляй того, который искушает тебя в этой пищи. Вместо ропота произноси словословие, тогда будет и награда тебе великая, и боль сделается легче. Так и блаженный Иов говорил, Господь дал, Господь и взял. И еще говорил, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иово 1 глава 21 стих, 2 глава 10 стих. Но мне, скажешь, Бог не дал богатства, тем легче рано. Ибо ни одно и то же лишиться богатства, насладившись им, или не испытав его, и жить в бедности. Итак, мужественно переноси все случающееся, ибо это для тебя мученический подвиг. Ибо не только то составляет мученичество, когда кто получает приказание принести жертву и не приносит ее, и даже решается лучше подвергнуться терзаниям, нежели исполнить это. Но и то делает мучеником, когда кто, несмотря на боль, принуждающую роптать, решается терпеть и не говорить ничего непристойного. Так Иов не за то увенчан, что получил повеление принести жертву и не принес ее, но за то, что мужественно перенес скорби. И апостол Павел прославлен за то, что с благодарностью переносил и бичевание, побитие камнями, скорби и все прочее. Господу нашему слава на веки веков.